Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Леомед». Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота о детях и их воспитании являются естественным правом и обязанностью родителей. Так гласит статья 27 Конституции Республики Казахстан. Это означает, что каждый ребенок имеет право на счастливое детство в окружении любящих папы и мамы. Казахстан поставил цель стать страной бессирот. Проводится масштабная работа по определению детей в семье на усыновление, под опеку и патронат. Одним из ярких примеров является семья Кабылбаевых из Акмолинской области, в которой супруги решились стать приемными родителями сразу для 13 детей. Сегодня у нас в гостях член Союза отцов Казахстана общественного движения, «Ребенок должен жить в семье» Мурат Кабылбаев. А я напоминаю нашим телезрителям, что это прямой эфир. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 25 25 05 и задать свои вопросы нашему гостю. Мурат Молдобекович, я рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер. Ну и расскажите, пожалуйста, приемными родителями, скольки детей вы на сегодня являетесь? В нашей семье воспитывается 13 детей, 12 из которых приемные дети разных национальностей, казахи, русские, турки, украинцы. И 11 детей из 13, ой, 12 детей из 13 учатся в казахской школе, в совершенстве владеют казахским языком, а один ребенок в русской школе. То есть у вас такая большая многонациональная семья? Многонациональная, да, как маленькая ассамблея у нас в семье. Действительно маленькая ассамблея. Еще одна модель ассамблеи. Как удается сохранить порядок в доме, порядок и мир, наверное, в доме, где воспитывается так много ребятишек? В этом году уже 6 лет исполнилось, как мы взяли первые дети из детского дома. Дети уже выросли. И вы знаете, дети сами стремятся к тому, чтобы в семье был мир и покой. Они, когда идут по улицу, они идут высоко, подняв голову с гордостью, что у них есть семья, что у них есть папа, что у них есть мама. И семья для них имеет большое значение. И чтобы сохранить этот покой, они делают все. И в плане учебы, в плане участия в каких-то конкурсах, в каких-то мероприятиях. Ну, как говорится, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. Дорогие телезрители, мы предлагаем вашему вниманию наш видеорепортаж о том, как живет многодетная, многонациональная семья из села Кенесары Бурабайского района. Семью Кабылбаевых знают не только в Казахстане, но и за пределами республики. В 2007 году мир буквально за сутки облетел репортаж о ягненке с арабской надписью «Аллах», родившемся в бездетной семье из маленького села Кенесары на севере Казахстана. Мурат и Орнбасар давно подумывали о том, чтобы взять на воспитание ребенка из детского дома. И это событие восприняли как знак свыше. Оно подтолкнуло на смелое, почти безумное решение – стать родителями сразу десятерых. А потом в семье родился сын Ибрахим. В доме идет ремонт, дети подросли, и в двухэтажном особняке стало тесно. Решили достроить три комнаты – комнату для мальчиков, кухню и просторную столовую. Сегодня самый старший из детей Адель идет в 18-й год. О том, как живет многодетная, многонациональная семья, знают многие. Из дневников отца «Покажи мне небо», которое ведет Мурат Ага. Электронные записки оформлены в книгу, которую автор презентовал в Алматы и Кокшатау. Простые, житейские, но такие пронзительные истории из дневников в постах мужчины, не побоявшегося взять на себя гигантскую ответственность, попытаться сделать счастливыми, сделать своими родными чужих детей. На Мурата Кабылбаева подписаны тысячи казахстанцев. И каждый его пост прибавляет в них того самого важного, дефицитного сегодня – человеческого. В 2015 году Мурат Кабылбаев был достойен одной из самых высоких наград – премии Алтын Жирек. В 2016-м семья заняла первое место на региональном этапе национального конкурса «Мире Лео Адбасы», представляя город Астану. Мурат Ага – активный член Союза отцов Казахстана и общественного движения «Ребенок должен жить в семье», имеет награду за вклад в укрепление института семьи. В конце прошлого года, к юбилею независимости страны, компания BI Group организовала проект «Достойный гражданин Казахстана» на главный приз – двухкомнатную квартиру в столице. В проекте серьезной претензии лидировал житель Бурабайского района Мурат Кабылбаев. Победители определяли путем народного голосования. Люди выбирали достойного, тем хорошим, что есть у них внутри, сердцем, совестью. Я был в своем роде, он был в детстве, он был в σ21-м, он был в детстве, он был в детстве. Воистину нет хода без добра. В этом большом гостеприимном доме все устроено так ладно, так по уму. В каждом его уголке чувствуется крепкая хозяйская рука и запах счастья. Ребята приучены к труду, они привыкли заботиться и тревожиться друг о друге. И самое главное, взгляд у них детский. Эта семья практически стала легендой независимого Казахстана. Чужих детей не бывает. Каждый ребенок, которого ты любишь, свой. Мурат Молдобекович, ремонт закончили? Да, ремонт закончили, заехали в кухню, заехали в новую столовую. Наш дом стал больше на 50 квадратов. Ну сейчас вы все вмещаетесь? Все вмещаетесь. Места хватает всем? Только вот заказали стол побольше. Расскажите, пожалуйста, как выглядит процедура усыновления, взятия под опеку или патронат сегодня? Сколько времени это занимает? У нас в стране на сегодняшний день существуют такие формы устройства детей, как усыновление, опека, патронат, приемная семья и гостевая семья. Процедура оформления проходит достаточно быстро. Там самый максимальный срок идет 30 дней. И вообще из всех форм устройства, самая популярная в Казахстане это опека. Ее часто используют как переходную форму к усыновлению. Она и по быстроте, по срокам, процедура занимает меньше времени. И как бы кандидаты обычно оформляют опеку, потом уже усыновляют. Также вот с 1 января 2017 года был принят закон о приемной семье. И как бы разница в том, что если в патронатной форме один воспитатель получает зарплату, то в приемной семье оба воспитателя получают, родители получают заработную плату и имеют брать на воспитание от 4 до 10 детей. От 4 до 10 детей. Вот вы сейчас сказали о заработной плате. Конечно же, и опека, и любая из этих форм воспитания ребенка в семье, когда его принимают в приемную семью, она имеет прежде всего такую нравственную моральную подоплеку. Но все-таки сколько на сегодня составляет заработная плата в каждой из этих форм? Патронатный воспитатель, я точно сумму не могу сказать. Патронатный воспитатель приблизительно от 35 до 60 тысяч заработная плата в зависимости от стажа работы. Также и приемная семья. Этой точной суммы я не могу вам сейчас сказать. А вот как на сегодня работает норма обеспечения жильем сирот, которые воспитывались, допустим, в приемной семье, либо они выпустились из детского дома? Да. Меня очень этот вопрос волнует. Мои дети все. Для меня не безразлично, где будут завтра жить мои родители. Я вот как приемный родитель часто отслеживаю мои дети. Вашей старшей дочери сколько на сегодня? 18 лет. 18 лет. Тем более. Да, 18 лет. И как бы у нас уже в этом году прекращаются все юридические отношения. Но несмотря на это, она остается членом нашей семьи. И мне не безразлично, где она будет жить, как она будет жить. Я вот прослеживаю очередность на жилье. И меня, слушайте, радует. Очередность двигается. Там трое мальчиков, даже трое детей стоят в очереди в городе Аккаль. Я просмотрел. И довольно-таки потихоньку, потихоньку, ближе. Ну пусть не 18, 20-25 лет. Я надеюсь, что жилье будет все-таки. Чувствуете ли настороженность потенциальных родителей в отношении приемных детей? Потому что все-таки есть такой стереотип, что кровь не водится. И вот относительно генетики. Да. Очень многие кандидаты в приемные родители волнуют вопрос генетики. И многие считают, что дети алкоголиков станут алкоголиками, дети наркоманов станут наркоманами. Но я очень часто работаю с кандидатами и объясняю, что социальные моменты, генетика не наследует социальные моменты, такие как алкоголизм, наркомания. Она может наследовать активность натуры, скажем так. Какие-то интеллектуальные или физические способности. Даже вот на моем... Ну, конечно, о моем примере говорить еще рано. Время вот на примере других, у которых дети уже вышли из семей, там 25-30 лет, вот мы приводим примеры, что довольно-таки положительные, скажем так. То есть вы придерживаетесь мнения, что социальный фактор, социальная среда – это более сильный фактор, да? Вы понимаете, дети, они же как губка, они впитают то, в какой среде они растут. Дети растут отражением своих родителей. Поэтому бояться здесь не нужно. Раньше прослеживалась такая тенденция, что потенциальные приемные родители стремились брать младенцев и потом уже воспитывать их так, как они хотят. Вот как на сегодня выглядит эта ситуация? Да, раньше в основном старались установлять детей до трех лет. Младенцев от года до трех лет. На сегодняшний день очень радует, что кандидаты уже берут детей подросткового возраста, там от 12-15 лет, да? И видите, на сегодняшний день у нас такой идет, скажем, по стране бум, да? Дети охотно прям идут, берут, и население стало более грамотно в этих вопросах, да? Но есть другая сторона, есть возвраты, потому что сложен там определенный стереотип, да? Все легко и просто. Многие там посмотрят на фотографии даже вот нашей семьи, там, где мы все улыбаемся, где все прекрасно и легко, знаете, и как бы... Создается иллюзия того, что все это очень просто. Да, иллюзия, да. Это очень тяжелый труд, это очень большой труд. И ко мне очень часто обращаются там с таким намерением. Вы знаете, вот я хочу взять, как вы, 10 детей, 13 детей прям вот. Я их так вот аккуратно останавливаю. Возьмите одного двоих, а потом уже посмотрите. И вы знаете, через время кто-то говорит, слушайте, как хорошо, что вы меня удержали. Кто-то берет там поэтапно. Вот я знаю, что одна семья взяли у нас четверых, и буквально через год они взяли там еще двоих детей. Вот это нормально, а когда брать одномоментно 10 детей, это уже ненормально. Там уже ни один родитель не справится. Вот на нашем примере мы взяли четверых, да? Потом через полгода троих, потом через год еще троих. И вот буквально полгода назад двоих детей из Алматинского детского рода. Вот хотелось бы услышать вот о тех детях, которые вы взяли из Алматинского детского дома. Это родные братья, да, между собой? Родные братья, близнецы, да, это своеобразные такие дети из большого города Алматы. Большая разница. Вот я приемным родителям говорю, знаете, у нас обычно кандидаты в приемные родители, на что они смотрят? Они приходят в детский дом, они смотрят на глаза, они смотрят на цвет волос, там, похож на меня, не похож на меня, знаете, как бы, может быть, грубо звучать с моих уст, но дети, они же манипуляторы, знаете, они могут так вот сыграть, да, чтобы вот попасть. Для нас, взрослых, это не новость. Да, и до того момента, когда я взял, вот мы взяли семью детей из Алматинского детского дома, я думал, что я все про детей знаю, что я ас, да. Оказывается, я ничего не знаю. Оказалось на самом деле. То есть каждый новый ребенок, это новая история? Новая история, это новые эмоции, новая жизнь, да. Очень часто консультируя приемных родителей, я говорю, никогда не смотрите на внешность. Обращайте внимание на сколько, в каком возрасте ребенок попал в детский дом, сколько времени он пробыл в детском доме, это имеет очень большое значение. У нас, как правило, на это не обращают внимания, потому что вот эти мальчики, близнецы, они были в детском доме семь лет. Это очень много. Это семь лет отразились на их психике. Честно вот признаюсь, что были такие вот немножко проблемы, да, и в школе, и... Но мы все это прошли. Спасибо учителям нашей школы, они прям вот так вот поддержали вместе. Нужно просто, я всегда говорю, принимайте детей, такие, какие они есть, с их вот этими всеми причудами, да, детскими, и потихоньку работайте. Потихоньку работайте. Любой ребенок, даже там пусть будет из положительного детского дома, да, из положительных характеристик, он, если он прошел через крупноукомплектованное интернатное учреждение, он требует работы. Очень большая работа над ним. Как на сегодня меняется законодательная база? Ну, культура... Законодательная база у нас в стране вообще, она с каждым годом совершенствуется, принимаются там ежегодно какие-то новые законы, да, и можно сказать, что она у нас совершенна. Конечно, другой вопрос, если они не выполняются, да, и сегодня вот наш фонд, комитет Дом Милосердия, вот именно проект «Казахстан без сирот» работает совместно с комитетом по охране прав детей. Мы постоянно участвуем на всех вот этих круглых столах, да, мы также были членами вот рабочей группы по приятию, принятию вот закона, последнего закона, который вошел в силу 1 января 2017 года. Мы сейчас говорим о законе о приемной и гостевой семьях. Вот, кстати, хотелось бы подробнее услышать об этом, потому что гостевая семья – это относительно такая новая форма. Да, ну, гостевая семья, она как таковое, казалось бы, ее законодательно прописали, но ранее она, ранее применялась она в практике у нас в стране. Это стадия до того, как ребенка взяли в приемную семью? Да, да, это стадия, да, когда любой человек может оформить гостевой договор, гостевой договор можно оформить на год на определенного ребенка и забирать его там в каникулярные дни, там осенние, зимние, весенние или летние каникулы, посещать его по субботам и воскресням. Многие не знают, многие оформляют там гостевой на месяц, на два, вообще законодательно его можно оформить на год, там можно потом дальше продлить на второй год, да. Как бы, понимаете, многие не соглашаются, что вот якобы, есть бытует такое мнение, что если берут на гостевой договор, потом вдруг не берут его в семью, там, ребенок переживает травму. Да, он переживает травму, но лучше он пусть переживет здесь вот маленькую травму, чем вы его возьмете, да, вот так вот на усыновление, а потом через некоторое время, не справившись, вернете. Понимаете, вот поэтому... Вот как я вот время-тременью люблю сравнивать, как не выдержавший гарантийный срок, там, какую-то технику. Да, да. И приемная семья, приемную семью могут брать на воспитание, там договор оформляется до 18 лет, от 4 до 10 детей, да, я уже говорил об этом. На каждого ребенка выплачивается 10 МРП на содержание, и обоим родителям выплачивается вознаграждение. Что-то еще у вас есть добавить по поддержке государства вот таких семей? Ну, если рассматривать, смотреть вот в нашей семье, например, конечно, наша поддержка государственных лагеря отправляет там на учебу, да, там какие-то там новогодние праздники, ну, вот в таких моментах. И вот вся эта государственная поддержка, изменение законодательных актов в плане взятия ребенка на воспитание в семью, насколько она влияет, вот, допустим, на примере нашей области, насколько активно у нас семьи берут на воспитание детей? Я просто вас спрашиваю именно, вот, как члена общественного движения «Ребенок должен жить в семье», как члена Союза отцов Казахстана, и вы также являетесь координатором проекта «Казахстан без сирот», да, в фонде «Аружан Сайн». Ну, вообще, культура усыновления в нашей стране, она довольно-таки хорошо развита, да, и население, оно стало более грамотно в этом вопросе, если раньше там был такой сложный стереотип, ну, и были основания, да, что ребенка взять трудно, то на сегодняшний день она довольно-таки, она настолько упрощена, и, как бы, идет, люди охотно и грамотно к этому идут, взвешиваясь за и против, да, и над, в этом направлении сегодня у нас в стране работают несколько общественных фондов, и, как бы, идет, я думаю, даже если взять, вот, на примере нашей области, да, я думаю, идет резкое сокращение детей в детских домах, это положительная тенденция. Казахстан поставил цель стать страной без сирот. Как Вы относитесь к тому, что, вот, идет сокращение детских домов? Есть ли какая-то обратная сторона медали в этом вопросе? Конечно, наш путь, наше стремление, над чем мы работаем, чтобы в нашей стране не было детских домов, да, чтобы каждый, каждый ребенок должен жить в семье, ибо детский дом, какой бы он ни был положительный, да, я повторюсь, он не может дать того, что может дать семья. И у нас сегодня в стране идет такая тенденция, что активно закрываются детские дома. Конечно, это хорошо, мы этому радуемся, но мы не должны забывать, что сокращение детей и сирот идет не только потому, что стали активно их усыновлять, да, брать всеми, но и потому, что стали меньше из мать, из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Знаем ли мы, сколько у нас проблемных семей? Знаем ли мы, сколько у нас живет детей в этих семьях? Вы понимаете, сегодня уже настала такая необходимость создания центров поддержки семьи, это просто необходимо. Сейчас они в пилотном режиме работают, в городе Алмате, в городе Астане, и мы будем работать над этим, чтобы они открывались во всех районных центрах. Ибо если мы закроем на это глаза, завтра дети, вот, воспитывающиеся, живущие в этих проблемных семьях, да, живущие среди алкоголизма, наркомании, проституции, да, они вырастут, они создадут свои семьи. И вы представляете, с чем мы можем столкнуться? Сегодня закрыть один, мы завтра будем открывать. Понимаете, да, в чем мы можем? Понятно, да. И также у нас в стране, вот, активно, да, сейчас усыновляют активно, вот, чтобы не было вот этих возвратов, необходимо создавать школы приемных родителей, и чтобы обучение, да, прохождение курсов для кандидатов было обязательным. Насколько к вам, Мурат Молдобекович, много обращений от приемных родителей? И еще один вопрос, каким проблемам нужно быть готовым семьям, которые решили принять ребенка, чужого ребенка в семью? Ну, ко мне обращаются, знаете, можно сказать, со всех регионов нашей страны. И не только даже из-за рубежа звонят, спрашивают, в основном вопросы не только там в процедуре оформления, там, и так далее, и так далее, да, а в плане воспитания детей. Вот, очень многие родители не справляются. Знаете, мне очень приятно, когда семья, там, определенная семья столкнулась с какими-то проблемами, да, в отношении с ребенками, когда мои советы помогают им выйти из кризиса, знаете, это прям такое, знаете, как будто я собрал большой огород, из зарожая выходишь, да, вот, такое вот у меня вдохновение. Ну, так оно и есть. Так оно, знаете, такие моменты, они действительно дают силы, энергии, как бы, идти дальше. Я думаю, что еще большой поддержкой для приемных родителей служат ваши дневники отца «Покажи мне небо». Да. Может быть, вы коротко расскажете историю какую-нибудь, одну из последних. Да, я вот напомню, да, в 2015 году в свет вышла книга «Покажи мне небо» автором, который являюсь я. Эта книга вышла при поддержке вот общественного движения «Ребенок должен жить в семье». Изначально там не планировалось вообще издание книги, я просто стал писать заметки в социальных сетях, и руководитель движения вот Шопан Байбова заметила и предложила мне издать вот этот сборник. В этом году планируется издать продолжение, так как на момент написания у меня было семеро детей, да, сегодня уже 13 детей. И, знаете, очень большие изменения. Есть тенденция стать бестселлером. Да, и очень большие изменения в такую хорошую сторону. Я не знаю, меня вот переполняет радость, счастье. Это вот был такой момент, в прошлом году Оксана, моя дочь, была в лагере, в Валдоверении. Мы ее вот со школы отправили. И буквально через два дня она мне звонит. Она позвонила маме, она маме говорит, я хочу поговорить с папой. Я думаю, у меня такой, у меня сразу, о чем она хочет со мной поговорить, знаете, мысли. И она, в Казахстане все время был при нас, да, вот с момента, с того момента, как мы привезли его с детского дома. И вот произошла вот, как бы, первая наша разлука. Она так плакала, заберите меня домой, я даже вспоминать это не могу. Я вас так сильно люблю, я так люблю маму, я так люблю наш дом, я так люблю своих братьев и сестер. Вы знаете, вот эти слова, это... И она приехала оттуда, она стала совсем другим человеком. Каждая, каждая история из вашего дневника, она действительно щемящая, переворачивающая душу, еще очень поучительная. Я хотела вас спросить, вот с этого, с прошлого года запущена база данных комитета по охране прав детей. Возможно, я ошибаюсь, но приходилось, поступал один раз вопрос о том, что дети из Щучинского дома малютки не входят в эту базу данных. Какой-то разговор шел среди вот приемных родителей. Понимаете, дело в том, что, да, я слышал, и ко мне обращались с подобными вопросами, почему у детей из дома малюток города Щучинска нет в базе данных. Дело в том, что там дети, есть такая форма, как дом надежды. То есть, когда мамы оказываются в трудной жизненной ситуации... То есть, она может его вернуть еще, передумать. У них там договорные условия, буквально на год, на два, на три они оставляют в доме ребенка. И за этот период они стараются как-то наладить, да, свою жизнь, свой... Это потом... Вы знаете, вот меня очень радует, вот буквально недавно я узнала, что одна выпускница детского дома сдала. Я переживала, я работала столько на день, что ребенок все-таки останется. Она забрала его обратно. Вы знаете, поэтому в основной процент там вот именно дети из дома надежды. Вот в этой форме. Да, причина теперь ясна. Также вы, Мурат Молдобекович, вошли в проект «100 новых лиц Казахстана» в рамках программы «Рухани Жангару». Что для вас это звание? Очередное признание? Очередное признание. Вы знаете, обычно конкурсы, они предусматривают какую-то единоразовую награду, там, да, там, грамота, или какой-то приз, или... Когда мне сказали, что мои кандидатуры выдвинули... Мурат Молдобекович, я вас прерву. Есть вопросы от телезрителей, так как время эфира уже коротко, коротко ответите. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Мурат Молдобекович, меня зовут Казбек. Я хотел вам задать вопрос, а вот есть ограничения в возрасте? До какого возраста я могу, примерно, ну, вот опеку я хочу взять ребенка, как хочу быть опекуном, ну, тоже детского дома взять ребенка, но у меня, у меня возраст мне 50 лет. 50 лет? Допустим это или нет? Вообще возрастные ограничения, да, раньше были возрастные ограничения, да, для кандидатов, но на сегодняшний день эти ограничения сняты. Но еще, вы знаете, вы должны понять, что когда ко мне обращаются люди в возрасте 50-55 лет, и они хотят взять на воспитание грудного ребенка, я им говорю, вы готовы там вставать рано, всю ночь не спать, вставать рано? Все-таки мое личное мнение, что именно в этом возрасте нужно брать на воспитание именно вот детей от 6 до 12 лет, вот это самое 15 лет нормально. Спасибо за вопрос и спасибо вам за ответ. Получается, что этот человек может претендовать? Может претендовать, да, но... Вот желательный возраст вот такой, какой вы обозначили, да? Да, да. Ну и вкратце вы можете сказать о своих впечатлениях. Я повторюсь, да, обычно конкурсы предусматривают какое-то единоразовое признание, там награда, там и забывают. И когда мне сказали об этом, я так несерьезно к этому отнесся, я думаю, ну очередной там конкурс. На самом деле это настолько уникальный проект, и я очень горд, что меня выдвинули, моя кандидатура выдвинули, что я вошел в эту сотку, да, в эту... в 100 лиц, и для меня это имеет очень большое значение, как бы и возможность есть какие-то продвигать какие-то свои идеи, идеи нашего проекта «Казахстан без сирот». Оказывается, работа только началась, вот именно сейчас, вот, буквально в декабре месяце была встреча с нашим президентом, знакомство с ним. Мурат Кабулбаевич, безусловно, вы достойны этого звания, простите за автологию, это автологию достойного гражданина Казахстана и вашей семьи действительно является примером для многих. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, отвечали на наши вопросы и на вопросы наших телезрителей. Пристальное внимание государства к проблеме детей-сирот служит стимулом для потенциальных родителей. Напоминаю, что гости программы «Алиумец» сегодня был член Союза отцов Казахстана и общественного движения ребенок должен жить в семье, многодетный папа Мурат Кабулбаев. Эта семья действительно стала легендой независимого Казахстана и примером для многих других, доказавших, что чужих детей не бывает и каждый ребенок, которого ты любишь, свой. Дорогие телезрители, время нашего эфира подошло к концу. Мира вашим домам, счастья вашим семьям. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok